Алексей Толстой Пиноккио, адаптировав ее в «Золотой ключик» или «Приключения Буратино». Но, пожалуй, самой известной работой Толстого стала трилогия о судьбе русской интеллигенции накануне, во время и после революционных событий 1917 года «Хождение по мукам». За нее в 1943 году писатель был удостоен сталинской премии первой степени в размере 100 тысяч рублей, которую передал Фонд обороны на строительство танка «Грозный». Именно об этой книге нам расскажет младший научный сотрудник РФАЦВНЕФ Полина Гусева. События романа Алексея Толстого «Хождение по мукам» разворачиваются в России в период от начала Первой мировой войны и до конца гражданской. Главные герои романа – первая советская интеллигенция. Люди, ничего не умевшие, плохо знавшие свой народ, не евшие с ним одного хлеба. Но те самые, которым предстояло выучить, вырастить мужицких детей в один из самых просвещенных народов мира, воспитать поколение победителей, создать Красную Армию и привести ее к победе. Как же шло это сближение с народом? Наша трагедия, милый друг, в том, что мы, русская интеллигенция, выросли в безмятежном лоне крепостного права, посиживали в тиши сельской беседки, думали под пение птичек, а хорошо бы в самом деле устроить так, чтобы все люди были счастливы. Вот откуда мы пошли. С одной стороны, мы плоть от плоти славянофилов, духовные их наследники. А славянофильство, знаешь, что такое? Российский помещичий идеализм. С другой стороны, деньги нам платит отечественная буржуазия, на ее иждивении живем. А при всем при том, служим исключительно народу. Вот так чудаки народу. Казалось бы, за сто лет так изменилась жизнь, что эта книга уже ничему нас не научит, не даст нам практического совета. И воспринимать ее сегодня мы можем только с точки зрения исторической и познавательной. Но разве мы не так же, как герои романа, ищем свою правду по ходу нашей жизни? Подчас мучительно, кто-то через любовь, кто-то через жизненный опыт путем непосредственных наблюдений, через личные несчастья, даже через ненависть. Разумеется, те, кто хочет искать эту правду. При прочтении романа у меня не раз возникало чувство поразительного сходства моих мыслей с мыслями героев. Ощущение современности описываемых явлений. Например, легко узнаваемое явление присыщенности жизнью, когда человек берет от жизни все удовольствия и уже не знает, чем себя удивить. Разве этого нет сейчас? Хорошо знакомо чувство неудовлетворенности, разочарования от ненужной работы, если мы считаем наши занятия искусственными и ищем счастье в настоящем востребованном труде. А разве барские замашки, о которых говорится в романе, исчезли из нашей жизни? Также ничего принципиально не изменилось в вопросе непонимания между мужчиной и женщиной, даже самыми любящими, и во многих других вопросах. Тема любви сопровождает весь роман, хотя не главное. О любви написано в романе очень простым языком, но, с другой стороны, с большим вкусом, оттого оригинально, как не встретишь нигде в другой литературе. Дитя мое, ты со мной в жизни и в смерти, как мое сердце со мной, так и ты. Кому я могу рекомендовать эту книгу? Любому человеку, разве что достаточно взрослому. Для того, чтобы ее понять, не нужно быть ни профессором, ни философом. Написана она очень просто. Алексей Толстой, «Хождение по мукам». Рекомендую. Рекомендую.